Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как правильнее поступить в такой ситуации? С парнем живем 6 лет вместе. Отношения из расряда расстались, сошлись, по его инициативе. Последний раз сошлись 1 марта, 3 месяца назад. Первую неделю интим был, потом пропал, говорит, что не определился, любит меня или это привязанность. Соответственно, он меня не целует и не обнимает просто так. Только когда провожает, не говорит, что любит и, соответственно, нет интима. Его родители меня ненавидят, считают за пустое место и, естественно, не в курсе, что мы сошлись. Я работаю и он работает на дому. Денег от него за 3 месяца было 1 тысяча, в то время, когда я получаю 25 каждый месяц. То есть, кушаем, одеваемся, платим за квартиру на мои деньги. 10 тысяч по 5, 2 раза были ровно после того, как он съездил к родителям в гости. Последний раз, когда он от них приехал, пошел в душ, я проверила карманы его штанов. Там 5 тысяч лежало. Та, которую он заработал. В кавычках. Вот и последний раз, когда поругалась, он мне поставил условие, что если я ему еще раз вынесу мозг и спровоцирую его, мы расходимся. Плюс я сказал, что увидел эти 5 тысяч рублей после того, как он приехал от родителей. Он мне начал обрадоваться, что это его личные там не только 5 тысяч и он думает, куда их потратить. Если все хорошо, то на меня, если нет, то снимет квартиру, свалит и будет жить в свое удовольствие. Мать считает его своим мужчиной. Постоянно ищет поводы их поговорить, чтобы он в гости приехал и так далее. И тут у его отчима день рождения его пригласили. И то мать предала о нем сам и хочет уехать с ними и другими родственниками на базу на целые субботы и воскресенья. А это мои единственные выходные на неделю. Вернуться только в понедельник. И он планирует купить ему подарок на плюс-минус 2 тысячи рублей. Естественно, с моих денег. Но я не собираюсь давать ему деньги на подарки. Я платил за подарок его матери на ДР или на 8 марта. А в ответ ничего не получила на 8 марта и на нашу годовщину 6 лет. Я понимаю, что это паповые отношения какие-то и, наверное, даже абьюзерские. Меня упрекают фигуры за целлюлит, лишний жирок, хотя вешу я 56 в среднем и занимаюсь спортом. Я не хочу сейчас ругаться, потому что денег на квартиру нет. И может глупо надеяться, что что-то исправится, но как поступить в такой ситуации, стоит ли мы объяснять, если всегда виновата. Я. Мне кажется, что оба вопроса, которые вы задаете, являются в общем и целом бесполезными. То есть вот оба вопроса, что вы спрашиваете, как правильно поступить, например, и стоит ли ему что-то объяснять. Это вопросы, на мой взгляд, тупиковые. Потому что правильно поступить здесь невозможно, в силу того, что у каждого человека свое правильное... свое понятие правильности. А насчет того, стоит ли ему объяснять или нет, я думаю, вы способны решить сами. Ну, то есть вы сами решите, объяснять ему или нет. Собственно, вас в этом, мне кажется, никто не переубедит, да и не должен переубеждать. Потому что вы как бы сами решаете. Это то, что находится, в общем-то, в вашем непосредственном видении. Мне кажется, что вы здесь и основная ваша проблематика, которую можно выделить, это ваша некоторая пассивность и как будто бы нацеленность только на реакционное поведение. То есть как будто бы вы реагируете только, но сами не представляете какую-то свою позицию. Сами не продвигаете свои интересы, проявляя их только в своих ожиданиях и в надежде на то, что что-то изменится. Вот, на что бы я обратил внимание, это на, собственно, надежду и на ссоры. Вы говорите, что вы поругались, вы говорите, что вы проверяли его карман. Это вот как раз выглядит как страх остальной и недоверие, проблемы с доверием. Вот, нужно понимать, что дело здесь не в вашем партнере, который может быть таким, может быть другим, а дело здесь в том, что вы как будто бы собой жертвуете. И в целом, ваши отношения очень сильно напоминают отношения, ну, жертвы и тирана, да? То есть, треугольный Карпмана. Вот. И то, что вы выбрали себе такого мужчину, который привязан к маме, то есть не самостоятельным. Ну, в общем-то, тоже говорит о том, что вы склонны рационализировать свои желания, рационализировать свои чувства. То, что вы не очень хорошо их ощущаете, не очень их принимаете. То, что вы чувствуете. И дело здесь не в том, чтобы что-то объяснять. Дело здесь не в том, чтобы что-то пытаться доказать, да и даже не в том, кто виновал. А дело в том, что, по большому счету, ваш молодой человек, он, каким бы он ни был, но он свободен. Выглядит, по крайней мере, так. Что он свободен, что он доволен, что его в целом все устраивает. То есть, ну, ему все нравится в этом смысле. В каком-то смысле ему все нравится. Вот. И выглядит так, что, ну, как бы, менять он особо, вот, вообще, да, ну, ничего не хочет менять он. Именно особо. Вот. А вы выглядите весьма недовольны. Вы выглядите весьма неудовлетворённо. Вы выглядите человеком, который постоянно собой жертвует. И вот мне окажется, что вам на это, в первую очередь, нужно обратить своё внимание на то, что вы собой как будто бы жертвуете. На то, что вы, ну, как будто бы, вот, постоянно себе, знаете, изменяете, что ли. Вот. И от этого, от этого вам желательно обходить. И, если вы научитесь себя чувствовать, если вы научитесь, наверное, научитесь бесконфликтного общения, если вы научитесь, вот, не побоюсь этому словам, большему доверию, если вы научитесь, вот, то вам это пойдёт только на пользу, а ваши отношения, соответственно, будут улучшаться. Вот. Это не означает, что вы сможете сохранить отношения с молодым человеком. Но это означает, что, по крайней мере, продвигая, вот, свою позицию, вы сможете увидеть. Есть ли у вас шансы, например, ну, в общем-то, на построение отношений с этим человеком, вот. Хотя, в целом, я бы сказал, что это больше такие вот, ну, деструктивные отношения, вот. И это можно и нужно корректировать, вот, если вы, конечно, этого хотите. Вот. То есть вопрос, здесь, на мой взгляд, больше терапевтически, ну, то есть, вот, психотерапевтически. Вот. Но не совсем, эм, понятно, вот, хотите ли вы работать над собой, да? Вот. Вот. И, вот. Собираетесь ли вы, условно, это делать? Потому что, по вашему вопросу, не совсем понятно. Не, 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 э, не совсем, э, понятно. Собираетесь ли вы это делать? Вот. Вот. Такая история. Такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Ну, направиться, конечно, нужно на самооценку, да, на работу с личными границами, вот. И с вашими страхами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. И в качестве вопросов вам, у меня нет, у меня два пункта. Первое. Вы говорите, что вы с молодым человеком встречаетесь 6 лет. Это достаточно большой срок. Что между вами общего? Второе. Это как обстоят дела с вашей реализацией. То есть, насколько вы реализованы, насколько вам интересна ваша жизнь. Вот. Давайте начнем с этих простых, хочется верить, вопросов. Удачи вам. Всего самого доброго. Спасибо.